Сегодня я скажу совершенно противоположную штуку. Очевидно, что есть после, но ее не просто рассказать. И это метро. То есть... Маршрут метро, это довольно очевидная вещь. Я думаю, что когда вы сюда ехали, вы были, вы были, вы были. Можно громче? Да, понятно. В общем, немного про маршрут и выбрать ответ. Возьмем, допустим, в чем сложность с маршрутами? Она в том, что маршруты, это, во-первых, не геометрия, потому что нельзя на историю искать, что это маршрут. Там есть еще какие-то банские свойства, там, через какие-то банские объекты. А можно? Ну, а громкие. То есть это слишком сложные элементы, это не относится. И маршруты это не отбегут. Потому что вы не можете поставить какому-то другому объекту, отребовавшим этот маршрут, и сказать, что вот это 100% как бы вся информация, что не видно. Потому что в маршруте есть к ним последовательность. Вот. В OpenStreetMapе для маршрутов есть специальный тип, называется... Называется отношение. Отношение это такие штуки, которые группируют все остальные объекты. То есть, если мы возьмем, скажем, какой-то автобусный маршрут. Он идет по какой-либо дороге, и у него есть куча остановок и пути. Мы все это гарантируем вместе, и ура! У нас появилось отношение маршрута автобуса. Это набор отрезков дорог, плюс автобусный остановок. Это вторая отрезка, и он купил от автобуса железная. На самом деле этого недостаточно. Потому что автобусы идут не только вот так, он еще потом обратно возвращается. То есть, маршрут определяется через два направления. И это та вещь, которая, в принципе, очевидна тем, кто занимается маршрутом, но не совсем очевидна, если вы только пользуетесь автобусом, но не пользуетесь кадром. То есть, один маршрут – это два направления. Вот это проще понять, если взять, скажем, вот 904-й маршрут, который идет по Ленинградскому проспекту. Кто видел Ленинградский проспект, это такая огромная штука, там пять проехали частей, две в одну сторону, две в другую, и, разумеется, у Кострекрепия нарисовывается все линии. Соответственно, в одном направлении маршрута он идет... Вот, скажем, здесь пять линейцев. В одном направлении маршрута он идет по туда, а в другом направлении туда. И это все выглядит как два разных маршрута. Потому что в одну сторону автобусы по одним подъездам дороги, а в другом направлении. То есть, получается, что у нас 904-й маршрут, есть одно направлении туда, есть два. То есть маршрут – это два направлений. С автобусами все довольно просто, поскольку мы примерно можем себе представить остановки дороги, а если вся железная дорога, то там появляется много пальцев, если есть участие. То есть, разумеется, у нас есть рейсер, дальше у нас есть платформы, и какая-то точка станции, которая на карте нарисована как страна. И для удобства еще указывает место, где остановится поезд. И в итоге у нас в одном маршруте точка остановки и платформы для поездов, которые идут в этом направлении, а в другом направлении у нас точка остановки и платформы, которые идут в этом направлении. И, как видно, все становится немного сложнее. Более того, если у вас в отношении маршрута указаны точка поезд остановки и платформа, то как программа, которая все это читает, вообще узнает, что это связано с этой станцией, откуда она возьмет название станции. Поэтому к отношению маршрута добавляется еще отношение остановки, которая соединяет все это в одну большую остановку. Как видно, уже становится сложнее. А теперь мы все это уберем подземлем. И мы даже на сети метро. В чем проблема с станциями метро? Их нет у нас в спутниковой снимке. Вот, в месте. На спутниковом снимке от всей сети метро можно, если очень повезет, увидеть входы метро. И то почти никогда. Поэтому их значительно сложнее рисовать. Потому что как вы нарисуете пути, которые идут по земле, их почти никак вообще не получится. Платформы с размерами, всякие пешеходные дорожки между ними. То есть, к этому ничего не видно, приходится рисовать по плане. Более того, для надземных станций, железных дорог, можно, в принципе, по просимому графику пешеходному найти пересадку на соседнюю станцию железной дороги. Построить маршрут от А до Б. По земле это строится гораздо сложнее. Потому что по земле пешеходные тоннели почти никогда не отрисованы. И непонятно, станция связана между собой или нет. А если связаны, то на сколько? Сколько там идти времени и так далее? Из чего можно сделать? Сунули, что использовать, рисовать метрового по стритбэк очень сложно. И нельзя ожидать, что оно где-то будет нормально отрисовываться. И, в общем, так вышло, что я работаю в Maps.me, и мы решили в Maps.me накормить отображение всех сетей метров в мире и построение маршрутов по всем этим метром. А метро берет только из отступления. То есть у меня повестилась задача провести все это в его отступление в порядок. А чтобы вы знали, дверь примерно 180 сетей метров. Примерно 170 градусов. Вот. Что с этим делать? Разумеется, это не нужно делать одиночку, потому что это очень для тебя всего. Поэтому как-то нужно к этому привлечь участников форкуста квера. Как привлечь часть форкуста квера? Для этого нужны три вещи. Во-первых, нужно цель. Цель? Ну, для нас цель понятно, чтобы наши подавления были метров. Но в Maps.me все такие офигенные пассажеры им часто не нравится, что же сделано на 100%. Тем более, понимаете, картография сложная, чтобы сделать на 100%. А чтобы понять процент, для цели нужно измерение. Ну, переоценка. Вот. То есть нам нужно понять, на сколько процентов в Москве дорисовано метров. А чтобы понять, хорошо, но и плохо, и дорисовано, нам нужно вообще понять, как его правильно рисовать. Для этого нужен способ. Ну, это метод. Я погрузился, короче, в Geekio по Street Map, чтобы узнать, как вообще люди рисуют Петро. Я нашел там совершенно небезда. То есть, схема рисования общественного транспорта была принята 7 лет назад. Собственно, все, что я вам рассказал, это куски из этой схемы общественного транспорта. Точки остановки, платформы, станции, маршруты направления. Вот, и все таки. Очень сложная схема. Оказалось, что, видите, здесь так, схематично рисовала пересадка метро. Так вот, в области петра не был способом обозначить пересадку метро вообще. Вот. То есть, все, что у нас было, это отношение для объединения и вещей станции. Причем, так было написано, впихайте в него все, что можно. То есть, если пересадка, впихайте все пересадки тоже в него. Если там рядом какие-то пешеходные дорожки, там, магазины, пересадки тоже спихайте. В итоге, во Франции, например, в Париже отношение для основных вокзалов включает себя от 500 до 2-500 сферов. И там реально все. То есть, не только пути на вокзалах, там, платформы, опять же, точки остановок, но и пешеходные дорожки, и все магазины, все информационные знания, по-моему, вообще сентябрь. Ну, как тебе пользоваться, не знаю. За тобой в реальность, конечно, не просто. Ну, не знаю, мне кажется, в реальность все еще. И, в общем, первое, что нужно было сделать, это, в принципе, тисленый вверх, это документировать, как правильно рисовать статусный метод. Ну, собственно, я это сделал, теперь, наконец, предмещаюсь к проекту. Я написал документ, который, в принципе, документировать, как тебе сам, сам, что я нарисовал, только более понятно. Да, здесь может показаться, что это все сложное, но это значительно проще, чем оно было, потому что в этом документе всего сейчас, по-моему, 7 экранов, в то время, как в принятой схеме для общественного транспорта экранов, по-моему, что только на стилу. Ну, и здесь написано все по пунктам. Точка электростанции, вход в метро, важная штука, вход в метро, как бы он отделен от самого метро, платформы, точки останова, виды пересадок. Метро, если вы не считаете, есть три вида пересадок. Те, где можно просто по маленькому мостику быстро перебежать в платформу или вообще никуда не лежать. Как, например, в Китай-городе можно пересесть и никуда не уходить в платформу. Те, где нужно долго идти на пересадке, цепь, нужно подниматься на поверхность и там бродить, искать вход. Как с Анкцеганом. Это все тоже документированно, все такое, все в теге. Короче, длина этой страницы примерно 10 килобайт. Я написал об этом в список рассылки OpenStreetMap'а и как водится люди «О, штука, которую я понимаю». И пошли, короче, все комментировать. Отвечать. Отвечать, да. В итоге есть страница обсуждения, которая примерно в 6 раз длиннее сейчас сам работа. Вот. И поскольку это часть моей работы, мне пришлось на все это отвечать, как бы продавать. Но это все пошло на пользу, потому что люди реально проводили интересные премьеры, например, из Испании, где часто бывает, что из поезда метро выход в одну сторону, а вход с другой стороны. То есть есть платформа только для выхода, а есть платформа только для входа. Ты не читал учебнику метрополитены? Нет, конечно, не. Взря. Дон Алька там, советский, там, что угодно. Есть такая же история. Вот он. Значит, я это сделал. Следующий шаг измерения. То есть апперчат. Откуда все это вообще? нужно писать валидатор, который, во-первых, проверяет правильность, что то, что нарисовано в Аспект Мепе, соответствует схеме, а вторым, сравнивает количество. Я нашел замечательную страницу в Википедии, которая перечисляет все сети метрового миля, к сожалению, она была не очень полной, но достаточно полной. Из них я составил такую табличку. Как видно здесь, город-страна-континент, количество станций. Это было взято в странице Википедии. Дальше пришлось в каждую страницу Википедии залезать, брать количество линий ветров и исчезать количество пересадок. Ну и целую неделю я собирал эти прямоугольники для каждой сети. То есть совершенно дико непонятная страничка, но что она помогает сделать? она помогает оценить качество отрисовки метрового опыта. Когда только подготовил страничку, начался заниматься, в осве было три достойно отрисовок сети, без ошибок. из 180 например. Это чтобы ценить фронт работы. С тех пор немного поработали, теперь как фильм 35, но понятно, что работе пришлось немало. То есть в частности я почел за честь привести в порядок Россию. в порядок это было все. В порядок я зверюм, а подвесит. Иду в порядок в порядок. Но собственно зачем все это делать? Зачем мы переходим к цели. То есть валидация это все нормально, это как бы измерение и если дается какой-нибудь осторож сомн из рана, то он сможет быстро и понятно понять, что нужно делать в порядке чтобы привести в порядок сети. То есть что делает валидатор? Давайте возьмем какую-нибудь страну со странным конечством ошибок. Он конкретно пишет, что он мог как в сети метро. То есть станция не по порядку, либо неправильно обозначена зона остановки там, либо не хватает каких-то станций, либо дыра на рейсах и так далее. Если все это поправить, то сеть метро можно будет использовать. Значит, мы пришли к цели. Цель написания цель всего этого это получить сети метро в мэпсум. Ну, поскольку у нас много чего в ресурсе, то и в любом другом приложении тоже. То есть что делает валидатор? Он берет всю перемешание данных вот на стритове, если помните, кто был в опросе схемотехника, помни, что я сегодня говорю, что оба стритове такая аска мешанина из всех длинных данных, которые у нас будет нужна недвижимой силе. И этот валидатор, он не только проверяет направленность, но и правильные сети, он собирает понятную структуру данных. Вот, а структура данных, сейчас еще раз меня все на секунду доске, вот, то есть вы видели все вот этого структура данных получается довольно сложная. То есть у нас есть город, вот, в городе есть несколько маршрутов ваших вниманий. Вот, каждый маршрут, как я уже говорил, это несколько направлений. Вот, направление состоит из чего? Состоит из, собственно, ну, рейсов, в случае не проекте рейсов, И его после третий еще не рисует шланг. Пока. Нет. Вот, и он состоит из парижа четыре вида ствола швала. Отлично. Вот, и состоит из станций. То есть ну, на этой паре стоят из станций где останется поезд. А сама станция тоже состоит из кучи вещей. Стоит непосредственно место на рейсе где останется поезд, из платформ, причем две платформы для выхода и для входа. И из полностью остановки, то есть из совокупности всех точек остановок, платформ, станции. ну и некоторые ставят пять постанций. Отходы тоже ходят в... Тетя с низковатой крылью. Ну если она обозначена локация, то она тоже будет крылья. Вот, то есть реально есть, насколько надо смотреть, четыре, пять, шесть уровней сложности. Вот, и сити на самом деле сеть метро, а в некоторых городах есть несколько сетей метро, например, в Токио. там есть две полноценных Токио-метро и Туэй, и еще плюс парочка маленьких. Вот, то есть это как бы честной уровень должности. Вот, и, собственно, вот это все позволяет делать с метро, все, что пожелаете. то есть рисовать схемы нейтрон, например. У маршрута есть цвет, у остановок есть координаты правильные, плюс еще здесь надрисовано, но есть еще массив предсадок. Вот, то есть в принципе предлагает делать все вот это. И это все консорс, то есть после мсп, она есть проявится во всем остальном, в том же оснате есть внутри. Вот, но это все внутренности. Внутренности очень сложно заметить, если абсолютно если вы не разобочек. но помимо этого инстализатор делает еще несколько вещей, которые можно посмотреть. Сейчас покажу вещи, кто его стоит. Прежде всего он делает список станций, пересадок и всех маршрутов, чтобы их можно было проверить. Например, может так получиться, что у вас в городе 100 станций и вы долго учили его по среднему, оказалось, что вы по среднему станции 120. И этот список поможет понять, где что двигается. В Лондоне есть еще много станций. Дальше все пересадки, видно откуда куда. Ну и все маршруты по порядку. С цветом там совсем. Все супер. это бишка у них. И наконец он может сделать GeoJSON. То есть это все реально очень просто делается в коде из-за того, что там есть. То есть здесь видно вот эти линии, они взяты из OpenStartMap, они там прямо по рейсам так трясованы. Серые станции это просто станции, а красные станции это пересадочки. И кроме того, что эта штука берет рейс из OpenStartMap, там где не нарисовано, она их дорисовывает по станциям. Здесь видно, что черная метка она еще не до конца обработана в мозгах, поэтому вот этот вот сегмент она взяла по рейсам, составила самый длинный сегмент, а дальше она начала дорисовывать по порядку как станции находятся в отношении маршрута. И как видно станции там не совсем по порядку. То есть вот еду закончилась. Вот. Ну, собственно, там еще очень много всего пополесенного. Ну, и, наконец, та же самая штука, но для Москвы. Вот. Визуалляция очень помогает найти ошибки в последствии станции. Потому что в первый момент я заметил, что, скажем, кольцевали и не замкнут. Вот. Без визуализации этого фиг заметишь. Также заметил несколько проблем в МЦК, но проблема с МЦК в том, что на схемах она нарисована белым цветом. А белую линию на фоне белых дорог на зону не заметишь. Поэтому приходится как-то делать как-то месяц. Мы сейчас работаем над улучшением данных в OpenScript Мэпе. Пока что работаю я. Какой-то человек из Штатов, который неожиданно начал улучшать сети Ирана и Венесуэлы. Я в этой диспоенции зачем это? Он самый заразный ожидает в УСК. Возможно. Можно заметить, что в УСК один в УСК для два диагноза пересованы. Ну и мы ради все только хорошо. И мы еще уезжаем двух студентов на практику, которые чинят европейские сети. Откуда? С какого-то архитектурного замка дешевых. я точно не знаю. Так что это все опенсорс. Это есть на гитхабе. Можно посмотреть. Работа все еще идет. Каждый раз, когда я закрываю какую-то штуку, появляются новые. То есть, как я рассказывал, в области очень сложно нарисовать метро, поэтому приходится учитывать реально все. Но тоже хорошо, что это нужно делать только мне. тебе хватит. Теперь, если кому-то понадобится или привезу постерпнет, вы знаете, как будете. Ну, все. Спасибо. 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 Спасибо.